Этот мяч, что Лейкерс стартовал с попадания, наверное, никого удивлять не должно. Команда классная, блестящая. Сейчас такой потокующий для молодого парня. 8 мячков в среднем заиграют 5 подборов. Наверное, неплохо сейчас. Такой еще не шкается на скамеечку запасных. И, честно говоря, пока не знаю, кто вместо него. О, поэтому легко давался вот этот вот ход. Ну, а то сейчас сколько Брайан что-нибудь придумает там красивое. Ну, вот Брайан пробивает штрафные. Не в первый раз уже сегодня. Достаточно спокойно. Лейкерс первый. Вот Ламар Одам под седьмым номером. Видимо, что есть и преимущество в росте, и, наверное, в массе. У центровых Лейкерс на участке. Плотнее их опекают, зато достаточно уверенно. Уже 9 очков у него есть. Видите, прекрасно. Брайан сам выйти. Выбрасывает так от... Близко к идеальному. Насколько труднее им дается игра. Вот, начиная где-то с начала второй четверти. Брайан. Ну, будет набросать. Да, сыграл через Байнома. Тот вновь обыгрывает. Опять гости. Ну, Кобе Брайан. Прорыв. Здорово сбрасывает Газоли. И вот теперь... Он уже говорил. Сказал, что совсем другую игру он хочет видеть. Может быть, сейчас требует. И активнее его игроки. Ну, на линии штрафных у нас. Кобе к активности. Вот как раз очки со второго. Не так. Если брать в целом, вот не если забыть пару тех эпизодов, о которых мы обращали внимание. Сейчас... Немножко на другой высоте у него руки находятся. Вот это красиво. Красиво и все по делу, все... Джеймссон впервые вот на линии штрафных оказался. Может быть, в какой-то степени. Штрафные у него получается значительно лучше. 11 по передачам и по подборам. На 20-е очко. Команда выигрывает в матче, где совсем недавно 20-е очковое преимущество имело. Забивает от счета. Да, удивительный матч. Мы наблюдаем. Кто бы мог подумать. Ясно, что Вашингтон приличная команда. И не на своем. Но он и с мячом. Он же будет атаковать. Трехочковый бросок. Нет, не по...